Куйбышева, 72. Именно по этому адресу в Бресте уже в следующем году заработает Центр помощи малышам с аутизмом. Раньше на площадях располагался детский сад. Теперь от предыдущего объекта здесь осталась лишь коробка здания. Внутри была проведена частичная перепланировка с учетом требований безбарьерной среды. Здесь будут размещены пандусы и лифт. Новый проект станет составной частью вспомогательной школы города. Поэтому ее представители, как эксперты, всегда участвуют в планерках на объекте. Здесь будет оказываться индивидуальная коррекционная помощь, будет оказываться групповая помощь. Мы надеемся, что у нас будет кабинет арт-терапии. Мы попытаемся освоить томатис, потому что это оборудование заложено в приобретении в проекте биофидбэк. Ну и другие специфические методики работы с детьми с аутизмом. И это мы будем учить наших специалистов. Еще у нас запланированы обучающие курсы, которые пройдут на базе нашей школы, которые проведут специалисты из Польши. Развитие трансграничного сотрудничества при оказании помощи людям с аутизмом в белорусско-польском приграничье. По программе ЕС Польша, Беларусь, Украина до 2014-2020 годы. Именно в рамках этой инициативы проводятся ремонтные работы. Ведущим бенефициарам выступает Ассоциация помощи детям и подросткам с аутизмом и схожими расстройствами «Общий мир» из польского города Белоподляска. Благоустройство территории будет проведено за счет средств городского бюджета. Мы получили грант 2 миллиона евро. Даже более чуть 2 миллионов евро основными бенефициарами, ведущими бенефициарами выступила польская сторона. Мы вторые бенефициары. В рамках вот этих 2 миллионов евро, 432 тысячи евро, это сумма белорусской стороны. За эти деньги будет проведен капитальный ремонт с элементами модернизации здания бывшего детского сада. Далее была здесь бухгалтерия управления по образованию. И будет создан ресурсный центр по оказанию помощи детям больным аутизмом. Мы его позиционируем как центр по оказанию педагогической помощи, потому что наша компетенция медицинскую помощь не позволяет оказывать. И здесь же опять будут получать педагогическую помощь не только сами дети. Дети, кому выставлен диагноз аутизм и схожие нарушения. А здесь получат помощь и педагоги. Объект достаточно непростой, поэтому в рамках каждой планерки обсуждается все до мелочей. Важно, чтобы этот комплекс был не только удобным, но и практичным. А его среда способствовала качественной адаптации. Дети с патологиями, с нарушениями, с отклонениями в развитии могут и должны социализироваться, обучаться среди здоровых детей. К сожалению, не всегда так получается. Как правило, этих детей мы собираем в одно место. И те педагоги, которые работают с такими детьми узко, допустим, в рамках вспомогательной школы, они знают, как это делать. Но как только ребенок выходит за пределы вспомогательной школы, когда работает обычный учитель-предметник, он, к сожалению, не всегда знает, как себя вести, как оказать помощь, как элементарно даже учить такого ребенка. Поэтому наш центр ориентирован и на оказание помощи педагогам, и, конечно, родителям. Потому что родители, встречаясь с этой проблемой, тоже не всегда умеют адекватно реагировать на нее. Здесь будет оказываться психологическая помощь. Стоит сказать, что будущий центр станет такой первой площадкой педагогического типа в Брестском регионе. Поэтому представители системы образования уверены, что со временем в учреждения на консультацию смогут приезжать педагоги, а также родители с детьми из других районов.